Привет! С вами Виконста. Сегодня я покажу вам один день из вечернего Донецка. Сегодня у нас праздник открытия елки на площади Ленина. На часах 6 часов вечера. Елку уже зажгли в 17.00. Но мы начинаем наше движение с бульвара Пушкина. Поехали! Почти начало бульвара Пушкина. Здесь в свое время летом бьет фонтан. Но вот такие вот декорации украсили в ярко-желтых тонах. Будем продвигаться оттуда. Дальше выйдем в стороне площади Ленина. Заодно прогуляемся по бульвару Пушкина. На улице реально снежная зима. Такой морозный ветерок. Вот чувствуется. Вот-вот наступит Новый год. Вы уже подготовились к Новому году? Подарки накупили? Елку уже установили? Не забудьте написать в комментариях, как вам вообще эта новогодняя зима? Хочу заметить, что в Донецке стало, наверное, народу больше процентов на 20. Ну, во-первых, Новый год. Все возвращаются с заработков. Абсолютно с разных уголков мира приезжают в родной Донецк, чтобы провести его в кругу семьи. Ну, и как бы иногда так ехал, даже вспоминал пробки. В некоторых местах, вот ближе к Золотому кольцу, на Молоке, в Галактике. Очень проблематично сейчас поставить машину. Вот как раз эти выходные дни последние перед Новым годом. Поэтому люди по максимуму закупаются продуктами, ну и покупают подарки на Новый год. Посмотрите, какой заснеженный бульвар. Очень красиво все украшено. Там чуть дальше поставили еще одну такую декорацию в виде колокольчика. Мне кажется, такая же декорация была в том году на площади Ленина. Они ее просто перенесли. Ну, сейчас мы как раз пройдемся. Вдали, вон, видно прожектора. Сверху там уже торжественная часть открытия елки завершилась. Но я не стал с самого начала записывать вам видеоролик с площади Ленина. А решил пройтись по бульвару Пушкина. Показать вам новогоднюю праздничную атмосферу в городе Донецке. Кстати, как у вас с погодкой? Вроде бы на Новый год обещают морозец небольшой. И если повезет, то снег не растает. Ну, посмотрите. На дорогу, конечно, очень скользко. Но радует то, что снег не тает. Прошу прощения за плохой звук. И за то, что, может, иногда на камеру будут попадать снежинки. Но, к сожалению, ничем я помочь не могу. Мы еще не придумали телефон или аппараты со специальной защитой, чтобы предотвращать брызги. Ну, вот сам бульвар Пушкина. Это заведение Барбари, где, наверное, максимальное количество фотографий загружено в Инстаграм. Вот прямо сейчас тоже делают воточку. Ну, как-никак популярное место. Сейчас еще начинаются новогодние корпоративы. Все веселятся. И опять последняя неделя перед Новым годом уже считается нерабочей. Когда как-то вот так ходишь, смотришь, ну, люди уже в праздничном настроении. Хоть как-то отвлекаются от будничной суеты. И уже собираются праздновать Новый год. С левой стороны там у нас будет заведение Happy Life. Дальше там продажа телефонов, мобильной техники. Ну, в общем, всякое всячное. С правой стороны там бургерная. Пиццу можно заказать. Там челентано еще стоит. Ну, в общем, все как обычно, без изменений. Единственное, что хочу заметить. Вот подрезали деревья. Вот с левой стороны и с правой уже бывало так, что ветки нависали. И, быть может, при хорошем сильном ветре могло бы все упасть. Видите, часть новогодних декораций переносили с площади Ленина вот сюда, на бульвар. Первая справа это колесница. И с левой стороны избушка на курьих ножках. Ну, красиво, конечно, передается все на камеру. Еще так снежок завивает вокруг камеры. И можно сделать хорошую, красивую фотографию. Что с левой стороны, что с права. Видите, народу сейчас не сильно много. Во-первых, очень сильный такой ветер. Продувает просто насквозь. Очень сильно мерзнут руки. Ну, я в перчатках, но это как бы не спасает. Так что одевайтесь потеплее. Вроде бы, знаете, мороз такой не сильный. Всего лишь 6 градусов. Но снежок выпал. Скорее всего, что немножко температура опустится. Во-первых, когда идут дожди, когда идет снег, то всегда теплеет. Это, заметьте, это всегда так было и будет. Вот видите, там сверху вот прожектора. Вот на фоне гостиницы Донбасс Палац. Самая дорогая в Донецке. И по сегодняшний день считалась когда-то очень крутой гостиницей. И занимала там первые места. Ну, во-первых, по качеству, мне кажется, предоставляемых услуг было. Все на высшем уровне. Ну, она вот до сих пор осталась. И стоит. Вот время как раз без 15.6. На часах. Сан-Сити. Вот стоит знаменитая машинка. Возле которой тоже все фотографируются. На Берлин. Дальше еще идет кафешка Борджоми и Рэд Капс. Здесь пешеходный переход. Перейдем. Там по центру перекрыли дорогу. На улице Артема вниз туда, как в сторону Челюскинцев ехать. И по проспекту Лича. Ну, то есть, чтобы для массовых гуляний. Но, опять-таки, очень такая противная погода. Не знаю, будет ли народ вообще сегодня. Ну, а я для вас обязательно решил записать видеоролик. Ну, и плюс. Заодно показать вам один день из жизни вечернего Донецка. Машинами все заставлено. Что с левой, что с правой стороны. Выдвигаемся поближе. На центральную улицу Артема. Уже, видите, все кафешки украсили к Новому году. Поставили ветви, натянули LED-овские диодные лампы. И уже практически празднуют Новый год. Хотя тут осталась уже до Нового года неделька. Но, опять-таки, до 10 января все отдыхают. Все будут наслаждаться каникулами новогодними. А потом по новой выходить на работу. И вступать в эту ежедневную рутину. Видите, там по Бульвару не такой сильный ветер был. А сейчас прям аж так задувает хорошо. Я уже в предыдущем видеоролике показывал. Вон часть Донецка. Но не все декорации были украшены. На самой площади Ленина. Через некоторое время я заметил, что в пабликах, в инстаграме, в тиктоке начали люди добавлять другие локации, другие фотозоны. И там вот с той стороны пару мест добавили. На самой площади Ленина пару-тройку фотозон есть. На 100 можно посмотреть. То есть новые. Раньше они как бы не были добавлены. Но сейчас, видите, как раз к Новому году нарядили полностью Донецк. Народ потихоньку гуляет. Но погода просто сикарная. Вот такая зимняя, морозная, настоящая. На дорогах лед. Снизу вроде бы посыпано все. Но сверху вот эта вот такая противная наледь идет. И периодически машины пробуксовывают. Хотя сейчас начали такие реагенты засыпать, что при минус 15 дорога очень мокрая. Не знаю, что состоит внутри в этих реагентах. Но функцию они выполняют свою на ура. Вот видите, в ту сторону там дорога перекрыта. Наверное, перейдем по центральной части. По пешеходному переходу переходить не будем. В ту сторону вы уже видели. Она, в принципе, схожа, как и в том году. Прежде всего у меня цель показать вам, как украсили новогоднюю елку. К сожалению, очень сильно будет играть музыка. Я постараюсь забивать своим голосом. Но периодически буду вставлять музыку, чтобы видео не заблокировали за авторские права. Вот сама центральная улица в Донецке. Улица Артема. Давайте сейчас чуть левее сюда выйду. Покажу вам более детально улицу. Все куда-то едут, спешат. Новый год не за горами, как-никак. Видел, что с левой стороны там поставили новую локацию формы медведя. С правой стороны поставили подарочная такая будочка, где можно сделать красивую фотографию. Сейчас перейдем на саму площадь Ленина и покажу вам чуть-чуть поближе. Хотя с этой стороны можно хорошо разглядеть елку. Сдалека. Добавили в одну еще вот убудку. Сейчас перейдем на светофоре, я чуть поближе вам покажу. Очень громкая еще музыка будет. Но, к сожалению, ничего поделать не могу. Мое бы желание, я бы хотя бы музыку остановил бы минутки на 2-3, пока я вам там все просказал бы. Вот центральная площадь города Донецка. Концерт. Выступают люди. Ну, а тут народ потихоньку веселится. Может быть, кто-то согрелся горячительными напитками и уже веселится прямо перед сценой. И вот сама новогодняя елка. Хотя поют живой звук. Вот сама елка. Вот эту декорацию, которую поставили. Сверху еще такие прожектора. Видите, вовнутрь все заходят и фотографируются. Декорация 20-22. Наверное, самая популярная. Форму нуля заменили на подкову, чтобы люди сами могли ковать свое счастье в следующем году. Вот сцена и елка. Здесь также поставили бургер-бас. Продают напитки, продают еду. То есть, чтобы можно было немножко перекусить. И посмотрите, какая очередь возле фото-зоны. Я, кстати, сейчас хочу вам показать поближе, как выглядит этот медведь. Куда мы чуть дальше пройдемся. И вот елка сблизи. Вы посмотрите, сблизи она не такая красивая, как сдалека оказалось. Красиво все-таки украсили вот этого медведя. Интересно, я давно такого не видел. Своеобразно. Ну и масса людей, которые фотографируются. Ну, кого-то уже по снегу валяют, тягают. Ну, а так, в принципе, Донецк празднует Новый год. Новогодние хороводы. Поздравляю всех с наступающим 2022 годом. Хочу пожелать вам прежде всего здоровья, счастья и мирного неба над головой. У вас все получится, главное в это верить. С Новым годом, с новым счастьем. Пока. С Новым годом, с новым счастьем. 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 С Новым годом. С Новым годом. Продолжение следует...